Всем добрый день дорогие друзья! С вами Акамарачи и я вас всех рад приветствовать в этой замечательной игрушечке под названием The Fisher Online. Это гайд для новичков. Что делать если вы появились в игре, вы видите этот великолепный трейлер, машину, бусик и еще вашу тачечку. Вум-вум. Но вам нужно как-то заработать денег на бензинчик и поднять разрядик, чтобы уехать на другой пруд. Что нужно делать дорогие друзья? Если честно я снимаю это видео уже четвертый раз, потому что мне то не устраивает звук, то не устраивает мое вещание и доведение информации до вас, мои великолепные слушатели, зрители. Поэтому надеюсь наконец-таки с пятого раза я все-таки запишу этот видос, видеогайд. Итак погнали! Вы появляетесь вот здесь. Можно купить несколько снастей. У вас будет вот такая вот удочка на 3 килограмма. Вы можете купить еще донки. У меня конечно покруче донки. Вы можете купить самый простый. У вас там будет начальный капитал. Сразу же заходите в кью, в задание. Идете в задание на своем мобильнике, берете задание на окуня и на ежедневную рыбу. Я уже просто выполнил, когда снимал. Взяли допустим окуня. Видите? 8 штучек. Вот справа вверху в уголочке видно. Донку какую собирать? Я сейчас вам скажу примерно. Фидеры. Вот можно для начала вот эту доночку самую простую и собрать. Ну там у вас наверное... Не помню сколько там денег вначале дается. Но если с ней проблемы, то... А, поплавки тоже у нас дорогие, да? Но донки. Тогда вот донку. На донку должно хватить. Хотя бы на одну. Если не хватает, то ловим на поплавок. Но должно хватить. Так. Далее. Достаем удочку. Поплавочную. У вас там все будет стандартно. Будет собрано. Но сразу же хочу предостеречь. Видите? Вот открываем. Вот какая у меня здесь сейчас сборка. У вас немножко будет другая. Вам нужно крючок поставить минимальный. То есть крошечный крючочек. Это рыба, которая там от нуля и погнала там ловиться. Наживку ставим червяка. Это такая, знаете, наживка. У дедушки пошел в навозе там в деревне накопал. И великолепно на нее клюет большая часть белой рыбы. Глубину ставим. Ну я ставлю метр пять. Ну метр, да. Пять сантиметров. Там метр. Ой, метр десять. Девяносто пять можно поставить. И закидываем между кувшинок. Вот где-то примерно вот так. Закинули. Червяка надели. Крючок поменяли. И ожидаем поклевок. Вот, видите, уже дело пошло. Все. Поклевочка. Задача наша с вами ловить окуней здесь. Как вы видите, у нас задание на денежку. Это окунь. Восемь штук надо поймать. Карать золотой. Вот эта вот ерунда будет клевать. Естественно, вы ее тоже вылавливаете. Это вам опыт. Это вам тоже деньги. Сейчас я все расскажу. Но сначала ловим окуней. Говорю, окуни ловятся. Все клюет. Все замечательно. Единственное, только вот ночью может быть проблема с окунями. А днем, вот на протяжении всего светового дня, окунь клюет. Не прям, что суперчасто, но клюет. И вот первый окушок. Вот. На 86 грамм. Это нормалек. Если у вас в начале не хватило денег на самый там каличный лошадный спиннинг начальный, то вы можете вот так вот по плавкам половить окуней. И потом, естественно, когда вот уже их наловите, сдадите, у вас будет денежка, он там 15 рублей. Окуни, кстати, которых вы будете ловить, они уходят в квест. Они у вас не складываются в садок, они уходят именно в квест, они у вас нигде как бы не отображаются. Вот это вот возьмите себе на заметку. У вас их квест забирает. После того, как вы наловили, у вас будет денежка, вы можете уже позволить себе купить спиннинг. Не спиннинг, а донку фидер, прошу прощения. И уже закинуть рядом донку. Зачем это делается? Вы на эту удочку-то можете наловить вес там 5 килограмм, к примеру, или там сколько там у вас будет, там 6 килограмм общего веса, чтобы получить денег. Основной буст вот вашего бюджета. Либо, плюс еще доночка на червячка, там тоже будут клевать карасики до килограмма, иногда даже побольше. Вытащить вы их тоже сможете без проблем. Будет все у вас хорошо. Вот видите, сейчас вот не клюет. Вот, подтянул, поклевка пошла. На поплавочную удочку и опять окунек. Почему у меня вот так, я не знаю. Может быть у меня какие-то баги, или это сама суть игры. Но есть такие моменты, когда, допустим, вот у меня рыба вот не клюет. У меня это с поплавком очень часто связано. Вот, допустим, я закинул. У меня долго может не быть поклевок. Как только вот я чуть вот подтяну, у меня сразу же рыба начинает клевать. С чем это связано, не знаю. Но такая вот ерунда есть. Как вы видите, я вот с вами разговариваю, кидаю и окунь, он ловится. Ловится достаточно быстро. И вот таким вот методом вы можете себе наловить денежку начальную. Вот таким вот заданием. И если вы собираетесь играть не полчасика, не часика, к примеру, там, ну, часика, там, два-три, да. Вообще в рыбалку, когда человек заходит поиграть вечерком, он уже рассчитывает на то, что игра будет, ну, хотя бы минимум час, да. Я не знаю, люди, которые играют полчаса, ну, извините, это вообще жесть. Что можно сделать за полчаса в игре, даже в рыбалке, тем более в рыбалке. Вообще в любой игре за полчаса вообще ничего не сделать. Поэтому минимум часы то это, как бы время такое. Очень мало за него, что можно сделать. Тут надо добраться до места, как-то снасти размотать, еще что-то тут закинуть, подготовиться, проанализировать, да, там, в чате с людишками пообщаться. То есть получить какое-то удовольствие, да. А когда мы не можем это ничего сделать, то тут уже дело в другом. Здесь мы появляемся сразу же, начальная локация, не надо бегать в никакие места, ничего разыскивать. Вот сразу, где кувшинки, на это место садимся и долбим окуня, по-другому это не назвать. Потихонечку ловим, попадается другая рыбка, ничего страшного, пусть она попадается. Рыбка другая, это тоже дополнительные деньги, которые нам сейчас как воздух нужны, чтобы закупиться тремя доночками. И потом рвануть на какой-нибудь другой водоем, ловить другую рыбу. Или тут же можно донками этими, вот закупились тремя донками, лупанули здесь три донки на червя, кидать далеко не стоит их. Вот чуть дальше вот этих кувшинок шпулите доночки и все, и ловите, качаетесь до пятого уровня на донках здесь, пока у вас не откроется другое озеро. А там уже карпы, там уже форель и просто вообще жизнь в шоколаде, до десятого уровня так точно в шоколаде. Хотя я и сам сейчас не десятого, ну это я так вот вообще примерно вам говорю. Наверное еще окушок, да? Да, вот гляньте. Пять штучек на изи. Метод рабочий, ребятки, пользуйтесь. Шестой. Седьмой. А вот смотрите, попался карась на 700 грамм, тоже на червячка и на такую маленькую глубину. Поэтому, когда купите доночку себе, одну или там уже две доночки, обязательно их закидывайте на червячка и вот чуть дальше вот этих вот кувшинок. И будет все хорошо клевать. И плотва, и окунек будет клевать. И будет клевать вот этот вот карасик. И даже будет попадаться карасик на полтора килограмма зачетный, синего цвета. И будет все супер. Вот такой вот карасик. А это все деньги, ребята. Это деньги, а вначале деньги им нужны прям вообще. Как вода в пустыне. И последний окунь, дамы и господа. Забираем его. Денюжка упала. Все великолепно. И повторюсь, у вас должна быть вот такая вот удочка, она вам дается в начале. Все должно быть вот примерно так, такая сборка. Ну как, все, я имею ввиду, поменьше там. Крючок крошечный, обязательно, самое-самое важное. Остальное вообще пофигу. Червячок и глубина-то, я же говорю, где-то 95. От 95 до там метр 10. И закидывайте на червяка. Потом, когда фармите на одну, вторую донку, тоже пуляйте на червяка. Груз. Вот могу посоветовать в плане груза на донке. Смотрите. Так, где тут доп? Нет, не доп. Лески, крючки. Так, крючки нет. Блин, фидеры. Катушки, лески, крючки. А ну-ка. Нет. Поводки. Вот. Груз, смотрите. Я советую брать, если вообще по деньгам тут туго очень сильно. Не полтора грамма, а 25 груз. Это, конечно, идеальный груз для начальных донок. А брать на 15. Вы будете чуть ближе кидать, но вам от этого ни холодно, ни жарко. Правда. Для начала само то. А потом, когда по деньгам уже немножечко хотя бы выровняете свое финансовое положение, уже за 1,5 возьмете. Но я сомневаюсь, что у вас будут такие прям проблемы, потому что это не РР-4, ребята. Здесь деньги есть. И тут играешь вне в напряг и зарабатываешь. Глядите, какую сумму. Я играю вообще, не знаю, на полном изи. Девятый уровень и 740 рублей. Хотя я вообще не парюсь. Вот правда. Все, продаем рыбу 3,5 рубля. Всем огромное спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте большие пальцы вверх. Предлагайте свои места фарма. С вами был Акамарачи. И до скорых встреч. А, ну и про лайк не забываем.